В главе государства были представлены некоторые подходы по корректировке законодательства. Обсуждалась тематика расширения значимости политических партий с учетом членства их в регионах. Предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы партии были более представлены в регионах республики. Рассматривается вопрос относительно минимальной численности политических партий. Не исключено, что порог, который сегодня существует в тысячу членов партии, будет увеличен. В обязательном порядке будет проект закона дополнен нормами, которые касаются повышения прозрачности в деятельности политических партий. Так, предлагается по аналогии с общественными объединениями установить, что ежегодно политические партии должны будут информировать общественность о своей деятельности, о расходовании своего имущества и средств. Предусматривается также ограничение финансирования политических партий от одной организации, либо от одного гражданина. Кроме того, с целью повышения внутрипартийной демократии, периодичность внутрипартийных выборов должна быть не реже, чем раз в четыре года. Кроме того, практика показывает, что не все политические партии действуют в соответствии с прямым их предназначением. Главная цель партии – это участвовать в выборах, выдвигать своих кандидатов в представительные органы власти. Предлагается закрепить в проекте закона норму о том, что неучастие политической партии в выдвижении кандидатов в депутаты Палаты представителей на протяжении двух избирательных кампаний подряд может явиться основанием для ликвидации политической партии. Этот процесс пока еще в стадии разработки подходов, но уже сегодня партиям необходимо задуматься над тем, чтобы быть готовыми к соблюдению требований законодательства тогда, когда эти нормы будут реализованы в конкретном законе. Это говорит о том, что необходимо думать об увеличении численности членов партии и о создании организационных структур в регионах, чтобы потом принятие закона не стало неожиданностью.